Авторский подкаст Станислава Тарасенко А что значит трудиться с любовью? Это ткать ткань из ниток, тянущихся из твоего сердца так, будто твоя возлюбленная собирается носить эту ткань. Это строить дом с любовью так, будто твоя возлюбленная будет жить в этом доме. Это бросать семена с нежностью и собирать урожай с радостью, будто твоя возлюбленная будет есть эти плоды. Это значит наполнять все, что ты делаешь, дыханием своего духа. И знать, что все благословенные усопшие стоят подле тебя и смотрят. Часто я слышал, как вы говорили, будто во сне тот, кто ваяет из мрамора и обретает в камне образ своей души благороднее того, кто пашет землю и тот, кто ловит радугу, чтобы перенести ее на холст в облике человека выше того, кто плетет сандалии. Но я говорю не во сне, а в ясном бодрствовании полудня, что ветер беседует с могучим дубом так же нежно, как и с тончайшими стебельками травы. И лишь тот велик, кто превращает голос ветра в песню, становящуюся нежнее от его любви. Труд — это любовь, ставшая зримой. Ух, сегодня я потружусь рассказать вам о замечательной поэме Халиля Джебрана «Пророк». А еще об экранизации этой поэмы, одноименном мультипликационном фильме 2014 года, над которым трудилось аж 10 режиссеров-мультипликаторов. Прикоснемся к святыне. Что же можно рассказать о Джебране Халиле Джебране, выходце из Ливана, талантливом художнике и одаренном поэте, которого любят миллионы. Он жил и учился в Нью-Йорке, Бостоне и Париже, рисуя картины и сочиняя стихи. Халиль Джебран, годы жизни которого охватили два столетия, 19-е и 20-е, изучал живопись, фотографию, литературу, философию, суфизм и христианство. Он любил учиться, любил познавать мир. О нем можно сказать «человек чистой души». И не ошибешься. Вот бывают такие люди вроде Шричинмоя, которые все умеют и все могут. И картины рисуют, и книги пишут, и с лекциями выступают. И, тут самое важное, сами по себе являются добрыми и умными, возвышаясь над политикой, над суетой и над ненавистью. Реализованные. Джебран реализовался одинаково как в жизни, так и в искусстве. Он много чего оставил человечеству. Но для большинства людей самым главным наследием Джебрана, безусловно, остается маленькая и не имеющая себе равных книжечка, поэма под названием «Пророк». И это как раз тот случай, когда, вспоминаем Хаяо Миядзаки и Терри Гиллиама, истина становится мейнстримом. «Пророк» — одна из самых продаваемых книг-стихов в мире. Пишут, эта книга была выпущена в 1923 году и на сегодняшний момент переведена более чем на 40 языков и издано в количестве 100 миллионов экземпляров. Это небольшое произведение, состоящее из 26 стихотворно-прозовых глав. Памятник человеческому духу. Компиляция религиозного и философского знания. Источник вдохновения и красоты. Пророка можно перечитывать каждый божий день. И вот поверьте, не надоест. Просто удивительно, сколько мудрости, вот что значит быть великим поэтом, содержится в пророке. Читать эту книгу — то же самое, что читать Дао Дэ Цзин или Джоан Цзы, Новый Завет или Тхаммападу. Пророка комментировал Ошо. На него ссылались философы и религиозные деятели. Его цитировал Борис Гребенщиков. В общем, как принято говорить, эта книга нравится прогрессивной общественности. А это немаловажно. По своей природе, пророк — это культурный феномен. Он повлиял на многих творцов. Но в 2010-х годах произошло беспрецедентное событие. Команда из профессиональных режиссеров и аниматоров, из нескольких продюсеров и сценаристов собралась вместе для экранизации бессмертной поэмы Джебрана. Во всех смыслах это было коллективное творчество. В создании мультфильма приняло участие 10 разных мультипликаторов. Причем каждый из них работал в своем собственном неповторимом стиле. Вот их имена. Роджер Аллерс. Том Мур. Да-да, тот самый Том Мур. Ирландская фольклорная трилогия. Недавно я записал аж два подкаста о его последнем мультипликационном фильме «Легенде о волках». Возглавляли пророка два человека. Надежда и опора мультфильма актриса Сальма Хайек, без которой поезд никогда бы не тронулся. А главный режиссер Роджер Аллерс, который известен всем и вся по работе над эпическим диснеевским «Королем львом». Именно Аллерс, находчивый и знающий свое дело, принял решение разбить мультфильм на две составные части. Первую – приключения девочки Альмитры, ее знакомство с Мустафой и так далее. И вторую – поучения Мустафы, которые иллюстрируются разными видами анимации, что создавалось коллективом из десяти мультипликаторов. По сути своей, поучения Мустафы – это фрагменты стихов из пророка Джебрана. Таким образом, как будет позже рассказывать Роджер Аллерс, удалось создать и развлекательное, и серьезное кино. Для деток – история Альмитры, а для взрослых – мудрость пророка. Но давайте обо всем по порядку. Самое главное – это выяснить, в чем ценность этого мультфильма. Роджер Аллерс рассказывает «Книга Джебрана попала ко мне, когда я был еще в колледже. Однажды ночью мы с друзьями читали ее вслух, просто лежа на полу. Мы даже не прочитали всю книгу, но у меня уже начали складываться глубокие впечатления. Я бы сравнил это с чем-то вроде дзен буддийского сатори. Что-то происходит, и ваше подсознание расширяется. Во мне зародилось глубокое чувство связи со всем сущим. И мои друзья тоже это почувствовали. И вот я запомнил это ощущение на всю свою жизнь. Когда мне выпала возможность поработать в этом проекте, написать сценарий и режиссировать, мне показалось, что это подарок от самой матушки Вселенной. И вот так. Джебран вырос маронитским католиком в Ливане. Но в колледже он изучал ислам и исламскую литературу. Его философия – это синтез. Он смешал различные культуры вместе. С другой стороны, он мистически выше культур. Он пришел к тому сокровенному месту, где эти культуры и религии начинаются. Джебран всегда говорил о самосовершенствовании и стремлении к вечному. И это именно то, в чем, я надеюсь, сила нашей картины. Сила, которую почувствуют люди и которая пробудит в них то, что объединяет всех нас. В этом моя надежда на фильм. Миру это нужно. И вот как все начиналось. Опять слушаем Роджера Аллерса. Все началось задолго до моего появления в проекте. Началось все с двух человек из медийной компании «Вогайо» – Стива Хэнсона и Дженни Джейкобса. Их заинтересовала идея создания экранизации пророка. И они потратили семь лет на то, чтобы получить права на книгу. Права принадлежали родному городу Джебрана в Ливане, где он родился. Он завещал права и прибыль от пророка своему городу Бешари. Так что было много переговоров, потому что количество членов общества Джебрана с годами менялось. Они обсудили, каким должен быть фильм – анимационным или игровым. И продюсер Кларк Петерсон рассудил, что анимационным. Сначала думали экранизировать все поэмы последовательно. В этот момент Кларк пригласил Сальму Хайек. И она решила, что нужна общая история, чтобы завлечь аудиторию. И уже в этот момент появился я. Я был очень взволнован тем, что у меня появился шанс поработать над этой книгой. Потому что это произведение было очень для меня значимо. Особенно во времена колледжа. Сальма Хайек, как, собственно, и другие участники проекта, не случайно оказалась в продюсерском кресле. Книга Джебрана прочно связана с жизнью этой актрисы. Хайек вспоминает. «Пророк был настольной книгой моего деда, а я была его любимой внучкой. К сожалению, когда мне было шесть лет, дедушка умер. А книга осталась у меня навсегда. И когда я прочитала ее во взрослом возрасте, я поняла, каким человеком был мой дед. Я загорелась идеей экранизировать книгу. И несколько лет жила этим. Моя дочь только и слышала, как мама по телефону разговаривает о пророке». Хайек собрала девять режиссеров для работы над фильмом и пригласила Роджера Аллерса в качестве ведущего идеолога картины. Опять Хайек. Это фильм-сюрприз. Чем больше каждая из его составных частей отличается друг от друга, тем оно и лучше. Вы не знаете, что произойдет в следующий момент. Каждому режиссеру была предоставлена полная свобода. Что касается аудитории фильма, то я думаю, что «Пророк» будет интересно смотреть как детям, так и взрослым. Моя шестилетняя дочь Валентина была тронута ранней версией фильма. Сейчас самое подходящее время, чтобы сделать такой фильм. Удивительно, что есть ливанский писатель, который говорил о мире и смерти таким красивым языком. «Я рада, наконец, поделиться пророком с миром. Я очень тяжело трудилась над ним». Так как у нас нет дистрибьютора, то я занималась всем, что связано с этим мультфильмом. Даже делала дизайн его рекламного плаката. И вот «Аллерс». Фильм создавался очень необычным способом. Не приходилось никого умолять, принуждать или заманивать большими наградами. Люди верили в этот фильм. Люди брались за него из-за страсти. И потому, что они этого действительно хотели. В качестве актеров озвучки, кроме Сальмы Хаек, были приглашены Лиам Ниссан, Альфред Молина и прочие знаменитости. Музыку к фильму написал легендарный ливанский композитор Габриэль Ярет, который считается одним из наикрутейших композиторов Голливуда. Но также в фильме звучат композиции Дамиена Райса, Лизы Хенниган, Глена Хансарда и Йо-Йо-Ма. Да, куда ни плюнь в пророке, повсюду прогрессивная общественность. Если вы слушаете киноведы, ну, не сейчас, а вообще, то знайте, как я люблю мультипликатора Тома Мура, создателя тайны Келс, песни моря и легенды о волках. Мур, наравне с другими режиссерами-аниматорами, принимал участие в пророке. Его мультипликационный эпизод называется «О любви». И если вы, как и я, являетесь муровским поклонником, то сразу же приметите его характерный стиль и тип анимации. В отрывке Мура заметно влияние работ Густава Клинта, а еще исламского искусства. Получилось очень красиво, нежно и поэтично. Вот интервьюер спрашивает Мура «Известно, что вы работаете над мультфильмом «Пророк» с другими режиссерами, и каждый из вас отвечает за определенный его отрывок. Можете рассказать нам больше о фильме и о своем в нем участии». И Мур рассказывает «Я со-режиссер отрывка вместе с Россом Стюартом, моим старым другом. Я знаю его со школьной скамьи, и он был арт-директором проекта «Тайна аббатства Келс». Вместе мы будем работать над «Пророком», как только закончим добытчицу для нашей студии Cartoon Salon. Кстати, про добытчицу через два подкаста я тоже собираюсь записать подкаст. Обязательно послушайте. Это замечательная мультипликационная работа от Cartoon Salon. Том Мур имеет к добытчице прямое отношение, но там он не режиссер. Режиссерка Нора Туми. Так вот, слушаем Мура. В конечном итоге Росс уже проделал огромное количество тяжелой работы над проектом, пока я был занят «Песнью моря». Продюсеры проекта обратились к нам на ранней стадии производства. И, конечно, я был рад предложению стать частью такой удивительной и талантливой команды. Я был особенно рад поработать с Роджером Аллерсом, который был моим героем в режиссуре и анимации. Фильм основан на поэме Халиля Джебрана, и я думаю, что это будет очень специфичная и необычная картина, в которой прекрасно сочетается компьютерная и традиционная анимация. Я надеюсь, фильм найдет свою аудиторию. Ну, так и случилось. Фильм нашел свою аудиторию. А теперь опять послушаем Аллерса. В книге очень мало сюжетной составляющей. Я взял эти крохи и увеличил их, добавив к ним другие элементы. Увеличил от нескольких страниц в книге Джебрана до почти 55 минут экранного времени. Задача была в том, чтобы взять книгу, найти в ней историю и развить ее до такой степени, чтобы она объединила стихотворение поэмы в один цельный рассказ, ведущий зрителя весь фильм. Но у нас была и еще одна задача сделать так, чтобы стихи Джебрана оставались естественными, были бы как цветы на пути повествования. Мне пришлось выбирать, какие стихи включать в фильм. Нужно было выбрать вещи, которые бы органично вписывались в повествование. И было бы понятно, почему говорят именно о них. И вот еще какая сложность. Я понимал, что некоторые стихотворения обязательно должны быть упомянуты в нашем мультфильме в силу своей популярности среди людей. Ну, как видите, непростая задача. Однако тут следует сказать, что стихи в поэме Джебрана обладают универсальностью. И это очень меня выручило. Его стихи о детях, о браке, о любви. Еще Аллерс. Моя главная задача состояла в том, чтобы придумать и осуществить концепт всей истории. В результате я решил создать мультфильм, состоящий из двух частей. Первая, мейнстримовая часть, посвящена Мустафе Альмитре Солдатам. Она привлекает широкую аудиторию. Вторая часть — это короткометражные вставки, иллюстрирующие поэму Джебрана. Мне было важно добиться баланса между этими частями мультфильма. Приключенческая часть не должна была перевесить философию Джебрана. На мой взгляд, все получилось отлично. И вот, пишут, это важно знать. Роджер Аллерс черпал вдохновение для своей истории из жизни лидера бирманской оппозиции Аун Сан Су Джи, которая провела почти 15 лет под домашним арестом в Бирме. Аллерс рассказывает, Я думаю, наша история очень актуальна для нынешних времен. Это правда, что многие современные философы и поэты часто оказываются в оппозиции к действующему правительству своей страны. Собственно, многое для сюжета фильма было взято из творчества самого Джебрана, который посвятил несколько сочинений критике политики Османской империи, частью которой являлся его родной Ливан. Но кроме этого, мы придумали девочку Альмитру. Этот персонаж предназначался для детей, чтобы помочь им пройти сквозь непростую историю пророка и претерпеть определенные психологические изменения. Я знал, что Мустафа не будет особенно меняться на протяжении фильма. Ведь он, сформировавшаяся личность, он уже мудр. Бюджет пророка составил 12 миллионов долларов. Сальма Хайек потратила много времени и сил на поиски дистрибьютора. Оно и неудивительно, ведь пророк это абсолютно независимое и даже экспериментальное кино. Ну, кто за такое возьмется? Да и вообще, в США рисованную анимацию не жалуют. Дескать, ее время прошло, никто не пойдет. Однако дистрибьютор все-таки нашелся. Им стала компания под названием G-Kids. Причем директор этой фирмы сказал следующее. «Трудно представить себе более современную и популярную тему для фильма, чем тема пророка. Это тема свобода и сила человеческого выражения. И правда, образ Мустафы, добросердечного и жизнелюбивого поэта-мудреца, проведшего в заточении десяток лет, но не утратившего чистоты сердца, это более чем актуальная тема, не так ли? Как пишут в Ирайте, главный герой фильма «Диссидент, угрожающий режиму». Мустафа встречает добрую девочку Альмитру, которая лишилась голоса по собственной воле. Солдаты освобождают Мустафу из заточения. Он встречается с деревенскими жителями, которые приветствуют своего героя. А потом, ничего вам не скажу, обязательно посмотрите мультфильм. Сальма Хайек представила черновую, недоработанную версию пророка на Каннском кинофестивале в 2014 году. Финальная премьера состоялась в Торонто. И вот, ну, наконец-то, оценки, мнения, критика. Вот что пишут. «Прекрасная политическая притча». The National – празднование жизни, свободы и человеческого духа. Но еще празднование искусства анимации. Именно такие работы заставляют ценить искусство рисованной анимации еще больше, чем прежде. Movie Mezzanine – великое сокровище, исполненное красоты и вдохновения. The Hollywood Reporter – безумно красиво. Indie Wire – один из самых гипнотических фильмов года. Ну и вот, выраете, благодаря этому фильму больше людей узнают о чарующей поэме Джебрана. Этот мультфильм – вдохновенное путешествие, духовное просветление и визуальный гипноз. Но давайте послушаем Сальму Хайек. Две ее цитаты прекрасно описывают пророка. Вот первое. История нашего фильма будет понятна и детям, и взрослым. Пророк посвящен теме свободы слова. И тема эта раскрывается методами простой анимации. Дети смогут понять смысл стихотворений благодаря визуальным эффектам. И вот вторая цитата. «Ощущения и экспрессия лучше всего передаются посредством музыки и поэзии. Главная тема фильма – свобода». Хайек абсолютно права. Ничто так не передает красоту пророка Джебрана, как сопровождающая поэзию музыка. А если еще к этому присовокупить впечатляющую анимацию, красоты станет еще больше. Так что посмотрите мультфильм. Погрузитесь в эту красоту с головой. И давайте сейчас послушаем стихи Халиля Джебрана, которые я с радостью вам зачитаю. «Я видел, как люди падают ниц, поклоняясь своей свободе. Точно так же рабы простираются перед тираном и хвалят его, хотя он казнит их. Я видел, как самые свободные из них носят свою свободу, как ярмо и наручники. И сердце мое обливалось кровью, ибо вы можете стать свободными, лишь тогда, когда перестанете говорить о свободе, как о цели и высшем предназначении. И как вам стать истинно свободными, не разорвав цепей, которыми вы скованы? Ведь то, что вы зовете свободой, это самое прочное из цепей, и звенья ее сверкают на солнце и ослепляют ваши глаза. И что, как не частичку вашего эго, хотелось бы вам сбросить, чтобы обрести свободу? И если это тиран, посмотрите сперва, уничтожен ли трон его, возведенный в вашей душе? Если это забота, от которой вы хотели бы избавиться, то эта забота скорее избрана вами, чем возложена кем-то на вас. И если это страх, который вы хотели бы изгнать, то источник этого страха в вашем сердце, а не в руке устрашающего. Все это движется в вас, как свет и тень, слитые в пары. Истинно свободными вы станете не тогда, когда лишены забот будут ваши дни и ваши ночи будут избавлены от нужды и горя, а когда ваша жизнь будет опоясана ими, но вы подниметесь над ними на гие без оков. Ваши дети не дети вам. Они сыновья и дочери жизни, жаждущей продлиться. Они приходят через вас, но не от вас. И даже когда они с вами, они не принадлежат вам. Вы можете дать им вашу любовь, но не ваши мысли, ибо у них есть свои мысли. Вы можете дать пристанище их телам, но не душам, ибо их души обитают в доме завтрашнего дня, где вам не дано побывать, даже во сне. Вы можете стремиться походить на них, но не старайтесь сделать их похожими на себя, ибо жизнь не идет вспять и не задерживается в дне минувшем. Вы луки, из которых ваши дети, как живые стрелы, посланы вперед. Лучник видит цель на пути бесконечности и сгибает вас своей силой, чтобы его стрелы летели быстро и далеко. Пусть ваше сгибание в руках этого лучника несет радость, ибо как лучник любит летящую стрелу, так любит он и лук, который неподвижен. Что есть зло, как не добро, терзаемое голодом и жаждой? Истинно, когда добро терпит голод, оно разыскивает пищу даже в темных пещерах, и когда оно жаждет, оно пьет даже затхлую воду. Вы добры, когда стараетесь давать от самих себя, но вы не злы, когда ищете выгоды для себя, ибо когда вы стараетесь извлечь выгоду, вы всего лишь корень, что держится за землю и сосет ее грудь. Истинно, плод не может сказать корню, будь таким как я, спелым, сочным и щедрым от своего изобилия. Ибо для плода давать потребность, как получать потребность для корня. Вы добры, когда вы наедине с собою, но и когда вы не наедине с собою, вы не злы, и корабль без руля может бесцельно блуждать среди коварных островов, но так и не пойти ко дну. Вы добры, когда идете к своей цели смело, уверенным шагом, но вы не злы, когда идете к ней хромая. Даже те, кто хромает, не идут вспять. Жаль, что олени не могут научить черепах проворству, но вы сильные и быстрые, не притворяйтесь хромыми перед хромым, полагая это благом. В вашем влечении к собственной сущности исполина лежит ваша доброта, но в одних это влечение бурный поток, мчащийся к морю, несущий тайны горных склонов и песни леса, а в других это мелкий ручей, что теряется в излучинах, петляет и иссякает прежде, чем достигнет берега. В нашем влечении собственной сущности исполина лежит ваша доброта и оно в каждом из нас. Вы родились вместе и вместе пребудете вечно. Вы будете вместе, когда белые крылья смерти рассеют ваши дни. Вы будете вместе в безмолвной памяти Божией. Но пусть близость ваша не будет чрезмерной и пусть ветры небесные пляшут между вами. Любите друг друга, но не превращайте любовь в цепи. Пусть лучше она будет волнующимся морем между берегами ваших душ. Наполняйте чаши друг другу, но не пейте из одной чаши. Давайте друг другу вкусить своего хлеба, но не ешьте от одного куска. Пойте, пляшите вместе и наслаждайтесь, но пусть каждый из вас будет одинок, как одиноки струны лютни, хотя от них исходит одна музыка. Отдавайте ваши сердца, но не во владение друг другу, ибо лишь рука жизни может принять ваши сердца. Стойте вместе, но не слишком близко друг другу, ибо колонны храма стоят порознь, и дуб, и кипарис не растут в тени друг друга. Если любовь поманит вас, следуйте за ней, хотя дороги ее трудны и тернисты, и когда ее крылья обнимут вас, не сопротивляйтесь ей, хотя меч, спрятанный в ее оперении, может пронзить вас, и когда она говорит с вами, верьте ей, хотя ее голос может разрушить ваши мечты, как северный ветер превращает в пустыню сады, ибо любовь венчает вас, но она вас и распинает, она растит вас, но она же и подрезает, она обнимает ваши нежные ветви, дрожащие под солнцем, и она же спускается к вашим корням, вросшим в землю, и сотрясает их, как листья кукурузного початка обнимают початок, она прижимает вас к себе, она молотит и просеивает вас, она шлифует и месит вас, а потом вверяет вас своему святому огню, чтобы вы стали священным хлебом на священном пиршестве Божьем. Все это творит над вами любовь, дабы вы познали тайны своего сердца, и через это познание стали частью сердца жизни. Но если убоявшись, вы будете искать в любви лишь покой и усладу, то лучше вам прикрыть свою наготу и, покинув гумно любви, уйти в мир, не знающий времен года, где вы будете смеяться, но не всем своим смехом и плакать, но не всеми своими слезами. Любовь дает лишь себя и берет лишь от себя. Любовь ничем не владеет и не хочет, чтобы кто-нибудь владел ею, ибо любовь довольствуется только любовью. Когда вы любите, вы не должны говорить «Бог находится в моем сердце», а скорее «Я нахожусь в сердце Бога». И не думай, что ты можешь властвовать над путями любви, ибо если любовь сочтет тебя достойным, она будет направлять твой путь. Фух! Ну и попробуйте теперь только сказать, что не посмотрите пророка и не почитаете Халиля Джебрана. Большое спасибо, что слушали. Возвращайтесь! Киноведы. Авторский подкаст Станислава Тарасенко. Да. Продолжение следует...